МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мессотделов. Ерыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Детство – это мамины ласковые руки, звонкие голоса друзей и вкус любимого мороженого. Теплые воспоминания о детстве в пломбире по традиционным рецептам. Снежный городок. Производим мороженое уже 60 лет. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20. Всем привет. Сегодня суббота. Прекрасное весеннее настроение, я надеюсь, у всех. В эфире передача «Муж на кухне». Программа, в которой мы всегда готовим простые, доступные, а главное – очень вкусные блюда. Друзья, наступает так называемый шашлычно-машлычный сезон. Но пока еще нельзя. Как вы знаете, везде введены строгие ограничения по разведению костров. Поэтому можно пока тренироваться дома. И тема сегодняшней передачи – стейки. Поехали! Вообще, когда речь заходит об ожаренном мясе, то любого мужчину должно будоражить, потому что это на самом деле очень вкусно. Ну а если говорить о стейке, о хорошем стейке, то здесь, друзья, очень и очень много есть нюансов, которые важно знать, если вы хотите приготовить их у себя дома. Потому что стейк требует к себе специального мяса, специально подготовленного, специально грамотно отрубленных частей. И я, чтобы подарить вам сегодняшний рецепт, немножко углубился в эту тему, посмотрел возможности наших магазинов, что нам предлагают, и выбрал для вас один-единственный, пока, к сожалению, стейк, который вы без труда можете приготовить дома. Он называется филе миньон. Делается он из вот такой вот драгоценнейшей, на мой взгляд. Самая лучшая часть говядины, в данном случае телятина, это внутренняя вырезка, друзья. Здесь важно несколько критериев по отбору этого мяса для стейка. Ну, во-первых, он должен быть свежайшим, просто свежайшим и без каких-либо других вариантов. Где взять свежее мясо, с удовольствием поделюсь. Это магазин домашней еды мясоделов. Именно там прекрасная внутренняя вырезка телячья продается. Далее, по критериям, когда вы уже приобрели вот такой вот аккуратненький кусочек, бывает, вдруг вам, если попадется вырезка говяжья, то есть взрослой коровы, то она, естественно, больше. У нее есть еще вот такая, так называемая, голова. Вот здесь она на стейк филе миньон не идет. Из нее получатся великолепные шашлыки. Что еще важно знать? Важно знать, что вот здесь вот всегда есть соединительные ткани, пленочка, и ее нужно срезать. Но в магазине мясоделов для меня все это любезно сделали. И что еще хочу сказать про вот эту вот часть туши, про эту вырезку, то, что это самое нежное филе говядины или телятины. Вот эта вырезка, она не подвергается практически, не подвергается никакому физическому воздействию за протяжение всей жизни животного. И она самая-самая нежная. Вот она уже мягкая, понимаете? И такой стейк готовить легко, но и испортить тоже легко. Поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно, чтобы у вас все получилось. Я надеюсь, так же, как и у меня сегодня. Итак, второе. О свежести мы поговорили, о части вырезки поговорили. И теперь давайте поговорим о технологии. Важно, друзья, чтобы мясо у вас полежало дома при комнатной температуре и согрелось, стало такой же температурой, как вот вы, ваша окружающая среда. Это важно, потому что жарить мы будем на сковороде гриль. Вот такая сковородка. Обзаведитесь, пожалуйста, если вы любите жареное мясо. Это очень важно. И она будет очень хорошо разогрета. Если мы холодное мясо положим на разогретую сковородку, то, естественно, произойдет реакция. Мясо начнет сжиматься и будет становиться жестким, чего нам нужно избежать. Ну и теперь, друзья, нарезка. Для филе миньон, это у нас еще называют медальоны, смотрите, вырезка вот так становится тоньше, да, по ходу дела, поэтому чем дальше мы идем, тем толще будет срез. Здесь мы сделаем потоньше, естественно, поперек волокон. Очень мягкая мясо. Здесь мы возьмем чуть-чуть уже потолще и старайтесь делать так, чтобы толщина стейка была у вас одинаковой. Здесь еще толще возьмем. Но когда мы вот так его переворачиваем в горизонтальное положение, то они все становятся одинаковой толщины. И вот завершаем. Вот таким образом. У нас получается 4 стейка. Мне хватит, чтобы вам показать. Это так называемая заготовка для филе миньон. Вообще, на самом деле, вот этот вид стейка называют еще стейк женский, да, женского типа, потому что вот он на самом деле это самое легкое приготовление у него, технология. Потому что другие стейки, друзья, требуют очень-очень много времени. Допустим, если говорить про рибай какой-нибудь, да, то мясо, прежде чем его уже прибегнуть вот уже к тепловой обработке, требует длительного выдерживания в специальном прохладном, хорошо проветриваемом месте, где специальная влажность, мясо должно созреть. Так называется этот процесс, когда происходит процесс ферментации, и оно начинает само по себе размягчаться, становится более ароматным. Процесс очень сложный, друзья. Собственно, поэтому я показываю и филе миньон. Ну и само мясо, конечно, и для риба, и для других стейков. Это так называемая мраморная говядина. Она безумно дорого стоит. Есть у нас продажи, но это очень дорого, друзья. И именно поэтому, опять же, повторюсь, сегодня стейк у нас филе миньон. Самый простой, самый доступный из всех видов стейков. Здесь у меня, друзья, смесь перцев. Это единственная приправа для мяса, которая подходит, потому что стейк любят за что? Не за то, что там какие-то приправы в нем, стейк едят для того, чтобы насладиться вкусом. Именно мясо, друзья, вкус мяса здесь главный. Но мы, конечно, еще потом соус сделаем, поэтому только перец. Перец у меня смесь перцев, можете просто черный. И я его не буду размалывать. Я завязал его в мешочек и сделаю вот так. Я хочу, чтобы перец у меня был самого крупного помола, а именно вот такой. Просто расколол горошины. И это уже очень аромат. Ну, мясо с перцем, как вы понимаете, это классика. Далее на этом этапе мы мясо можем посыпать немножко перчиком, горошинами. И важное правило сейчас, друзья, никакой соли. Никакой соли. Потому что соль сразу же вступит в реакцию с мясом, начнет вытягивать из него жидкость. А вот в этом филе соков не так уж и много, поэтому наша задача максимально сохранить все соки. Стейк должен получиться очень-очень сочным. И это не процесс маринования, это как раз подготовка к тепловой обработке. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас добавляем растительного масла сюда, столько, чтобы масло обволакивало мясо. И вот таким образом мы перемешаем. То есть нам нужно создать некую такую оболочку, которая удержит сок внутри стейка. Ну и, друзья, на этом подготовительный этап заканчивается. Мне нужно нагреть сковородку. А пока она нагревается, есть смысл прерваться на рекламу, там обязательно возвращайтесь, мы начнем жарить мясо. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды мясоделов. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Детство – это мамины ласковые руки, звонкие голоса друзей и вкус любимого мороженого. Теплые воспоминания о детстве в пломбире по традиционным рецептам. Снежный городок. Производим мороженое уже 60 лет. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20. Прекрасно, что вы дождались второй части нашей передачи. Напоминаю, что у нас сегодня тема стейки. А если быть конкретным, то стейк-филе «Миньон» самый простой и один из самых вкусных стейков. Напоминаю, что мы уже сделали такую заготовку. Стейки у нас сейчас находятся в растительном масле с перчиком. И мы приступаем к тепловой обработке. На очень хорошо разогретую сковородку мы выкладываем мясо. И сейчас наша задача обжаривать его с каждой стороны где-то минутки по две. Происходит процесс запечатывания. Перевернуть мясо нужно будет около двух раз с каждой стороны. Это как раз та часть говяжьей туши, точнее, телячьей в данном случае, которую долго готовить ни в коем случае не нужно. Запечатали с одной стороны, с другой. Еще раз перевернули. И вот сейчас можно сделать следующее, друзья. Немножко сливочного масла сверху. Сливочное масло придать сочности. И сейчас мы еще разок потом перевернем и тоже хороший полер, хороший цвет дат стейку. И корочку. Немножко убавляем сковородку. И сейчас я перекладываю стейки вот в какую-нибудь такую чашечку. Сковородочку сдвигаем. Вот с этим мы ничего не делаем, это нам пригодится. И смотрите, мясу нужно отдохнуть, знаете, такой термин, просто нужно закрыть его, и вот под собственным жаром оно должно пролежать минут 5-10 отдохнуть, оно станет мягче и доготовится само по себе. А пока мясо у нас отдыхает, мы займемся заготовкой для соуса. Да, друзья, к стейку хорошо сделать соус. Я нарежу лучок такими вот перышками, так называемыми. можно использовать краснодарский лук, синий какой-нибудь такой вот или красный, как еще говорят, тоже очень здорово пойдет. У меня старый, видимо, прошлого сезона, но для соуса, я думаю, будет хорошо. Ну вот половина головки для соуса будет достаточно. Также здесь у меня есть 4 зубчика чеснока. Чеснок я просто раздавлю и мне потребуется еще ну вот одна веточка розмарина. Розмарин не проблема, продается везде, друзья, во всех супермаркетах и рынках. И снова переходим к сковороде. Она у меня еще не успела остыть. Я добавлю еще немножко сливочного масла, выкладываю веточку розмарина, чтобы потом можно было достать ее. Выкладываю лук и чеснок и начинаю вот это все обжаривать. Да, вот именно на вот этих соках, которые остались от мяса и перчик тут у меня есть, и сок, который успел все-таки сбежать из стейков. Это все очень ценно, это все очень нужно. сейчас лук нужно, чтобы он тоже дал цвет, поджарился, поэтому я все-таки увеличу огонь. Розмарин дал прекрасный аромат, это, наверное, одна из лучших добавок, приправ к мясу. Конечно, на любителя, но говорю, что он плох тогда, когда он остается, а когда потом мы вот эту веточку достанем, будет от него только легкий такой вкусный ароматный налет, не более того. А если оставить, то некоторые скажут, что что-то елками отдает. Итак, вот лучок поджарился, мы добавляем бальзамический уксус и вино, красное, полусладкое вино, в принципе, где-то полстакана, 100 грамм будет достаточно, сейчас нам нужно это вино уварить, чтобы алкоголь вытопился. Все готовится буквально за считанные минуты. Итак, вино немножко уварилось, и теперь нам нужно просто довести соус до вкуса, подсолить. Заметьте, соль только сейчас пошла впервые за весь процесс. Вино у меня полусладкое, но на сахар нужно тоже попробовать, обратить внимание, потому что он должен получиться кисло-сладкий. кисло-сладкий за счет вина и бальзамического уксуса, ну а сладкий еще и за счет добавления сахара. Щедрую щепотку. Перемешиваем. Соус начинает густеть. Смотрите, какая красота. Дубавляем огонь. И теперь мы берем стейки, которые подполежали, отдохнули. Мягкое мясо сочное. Выкладываем соус. Сок мы, конечно же, возвращаем. Ничего не должно пропасть. И сейчас мы просто стейки немножечко проварим в этом соусе. Буквально минут пять. пять. Но в принципе, что еще хочу сказать по поводу степени прожарки. Я, в общем-то, люблю такую медиум, среднюю прожарку, потому что мясо так наиболее сочное и, в общем-то, не рискованно его кушать. Если вы любите полную прожарку, то лучше всего после того, как вы снимете стейки с гриля, убрать его не вот в такую посуду с закрытой крышкой, а убрать в духовку и подержать там минут семь при температуре 180 градусов. А потом уже вернуть вот сюда в соус и еще раз проварить. Но у меня получается вот такой вариант. Давайте ненадолго прервемся. Буквально через несколько минут я вам покажу, как и с чем эти стейки подавать. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды мясоотделов Ерыгина 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта есть вкусно. Детство это мамины ласковые руки, звонкие голоса друзей и вкус любимого мороженого. теплые воспоминания о детстве в пломбире по традиционным рецептам. Снежный городок. Производим мороженое уже 60 лет. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом Energy Лермонтова Лермонтова Ну а мы между тем на финишной прямой, друзья. Напоминаю, что у нас сегодня стейк филе миньон. Посмотрите, какая красота получилась. Напоминаю, что мы посолили только соус. Но вот сейчас стейк есть смысл подсолить сверху. заметьте, только в конце и только вот сверху, чтобы соль была на поверхности. Ну и я обещал показать вам подачу, на мой взгляд, интересную. Какие же гарниры хорошо подходят к стейку? Много знаю вариантов и с грибами, и с рисом, и с картошкой фри. Естественно, это классика. Во всех пабах подают именно так. Но у меня есть к вам другое предложение. Смотрите, сейчас, как вы понимаете, сезон черемши, да, вот она уже такая сейчас сочная пошла. Поэтому я возьму немножко черемши. Готовить я ее не буду. Это вообще бред, мне кажется, да, готовить черемшу. Хотя не факт. Я просто нарежу ее на вот такие вот, такой вот соломкой. Листья брать не буду. Перекладываю в такую вот глубокую миску. И теперь я возьму немного соуса вот этого вот великолепного, прям горячего. И заправлю им черемшу. Перемешаем и выложим на тарелку. и знаете, что мне кажется, что вот такой гарнир вы должны обязательно попробовать мясо и черемша. Это две вещи, которые, мне кажется, созданы друг для друга. Особенно жареное, сочное мясо и черемша, приправленная соусом мясным. Мне кажется, это чудесно. Ну и чтобы был гарнир, так скажем, повеселее, вот весеннее на даче вылезла первая рукава. Я посыплю этой рукавой сверху черемшу и выкладываю стейк филе миньон сверху. И также можно немножечко дать соуса винного и завершить все перцем, который мы с вами в первой части передачи так вот беспардонно раскололи. И, собственно, вот, друзья, вот такой вот сегодня у нас мужской получился рецепт. Мужской и очень простой, за что мне вот такие рецепты и нравятся. Сегодня на самом деле получилась короткая быстрая передача, потому что и рецепт такой. Но, знаете, как мне кажется, чем рецепт проще, тем он лучше. Я очень рекомендую вам попробовать сделать такой стейк у себя дома, ну и, разумеется, если вы, когда уже будет можно выехать на природу и повторить все это дело, но уже на решетке, на настоящем гриле. Это тоже будет очень и очень вкусно. Друзья, если вы что-то сейчас не успели запомнить или записать, то сегодня вечером на канале Россия 24 наша передача повторится. Но есть вариант намного проще и лучше. Есть интернет, есть социальные сети, и во всех из них присутствует официальная группа нашей передачи, которая так и называется «Муж на кухне». В Одноклассниках, ВКонтакте и даже на Фейсбуке заходите, присоединяйтесь, и там вы найдете рецепты всех наших прошлых передач, пошаговые рецепты, которые я уже более подробно по вашим просьбам расписываю. Там же вы делитесь своими рецептами, там очень интересно, разумеется, мы там с вами, что самое главное, можем общаться и можем начать это делать буквально сразу после завершения нашей передачи. Ну а я с вами прощаюсь, до следующей субботы, пока! Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоотделов». Ерыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта есть вкусно. Детство – это мамины ласковые руки, звонкие голоса друзей и вкус любимого мороженого. Теплые воспоминания о детстве в пломбире по традиционным рецептам. Снежный городок. Производим мороженое уже 60 лет. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи» Лермонтова 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова